Дорогие друзья, продолжаем на сегодня пятый урок по искусству очищения тела и не только, и тела и ума. В прошлом уроке мы с вами разобрали о питье воды в основном утром. И сегодня я хочу продолжить эту тему, так как уроки короткие, даю по чуть-чуть, но зато легче это все усвоить. Продолжаем тему о питье воды. Напоминаю, что в течение дня, когда холодное время, сезон, зима, то бишь, ну или какие у вас холодные сезоны в вашем регионе, минимум 2 литра воды мы должны пить, а когда жарко, когда мы потеем воды, соответственно, нужно больше потреблять 3 литра воды. В прошлом уроке, ссылочка будет на все предыдущие уроки в описаниях, я рассказала, как пить утром воду, повторяться не буду, сегодня расскажу, как пить воду в течение дня. Так как мы днем, утром, с утра мы выпили всего пол-литра, осталось там еще ли полтора, либо два с половиной, в общем-то достаточно, как же. Сразу хочу сказать, вода это не соки, не чай, не суд, да, там вода присутствует, но там кроме воды присутствует еще кое-что, поэтому свойства меняются, поэтому если вы пьете кофе, чай и считаете это за воду, вы делаете грубую ошибку. Вода это вода, воду пьем теплую температуру тела, да, и воду мы должны потреблять в течение дня обязательно. Обязательно. У меня была одна студентка, которая сказала, ой, а если я буду много пить воды, я должна бегать в туалет по-маленькому постоянно, лучше я не буду пить воду. Ну, у каждого есть свой выбор. Для того, чтобы быть здоровым, воду нужно пить. И в туалет тоже нужно ходить по-маленькому и по-большому, но до этого мы еще дойдем. Итак, мы обязательно должны пить воду до еды, за полчаса, не позже. Если вы выпьете позже, то вы себе этим самым принесете болезни, да, ну, сначала ЖКТ болезни и так далее, и так далее. Поэтому воду обязательно пейте за полчаса до приема пищи. Может, вы хотите чай с тортиком съесть, да, это тоже прием пищи. Выпейте за полчаса до чая с тортиком или там до чего, или до завтрака, обеда, ужина, да, обязательно стакан теплой воды. Во время приема пищи воду не пейте. Ну, вы, конечно, ее можете пить, да, и не слушать никого, и у вас будет расти живот. И после еды должно пройти какое-то время, ну, хотя бы 15 минут, лучше больше, лучше полчаса. И после еды, после какого-то промежутка времени, вы должны выпить воды, тоже теплой, тоже стакан воды. Тогда вы не будете переедать. Тогда у вас все время будет достаточно жидкости в организме, и ваша кожа будет всегда увлажнена, и ваш будет кишечник хорошо работать. Вообще все будет хорошо, вы будете чувствовать себя сейчас, в общем-то. Итак, напомню, правила питья воды. 2-3 литра в день в зависимости от сезона, чем жарче, тем больше. Воду пьем только теплую, только сидя. Пьем воду за полчаса до еды, во время еды не пьем, и полчаса после еды обязательно. Ну и, конечно же, мы пьем воду тогда, когда хочется, но не залпом и не набегу, не стоя. Опять же, сидя, медленно и с удовольствием. И главное, чтобы вода была теплой температурой, тело которой внутри. Ну, там сколько у нас, да, примерно градусов 38, туда 40, чуть потеплее, тоже хорошо. Вот и все, вот и все секреты. На самом деле все просто, здоровье всегда в ваших руках. А я вам желаю удачи, здоровья, процветания и чувства глубокого худого и старения. Алио!